Продолжим с нашу сессию 5, по ЦУР 5. Без дальнейшего примедления я хотела бы дать слово модератору сегодняшней сессии, госпожа Чай-Чай, начальнику секции гендерного развития и социальной интеграции отдела социального развития ЭСКАДО. Пожалуйста, госпожа Чай-Чай, слово вам. Спасибо, Наташа. Добрый день, уважаемые участники, дамы и господа. Добро пожаловать на сессию номер 5, 5-го многостороннего форума Северной Центральной Азии по реализации целей источников развития. Здесь на сессии 5 мы будем говорить о ЦУР 5, прогрессе обеспечения гендерного равенства, расширении прав и возможностей жизни. Мы знаем, что в субрегионе Северной Центральной Азии женщины вносят вклад в политическую, социальную и экономическую трансформацию, выступают в качестве лидеров, но, тем не менее, гендерные пробелы остаются. И зачастую вклад женщин недооценен. К примеру, вклад участия женщин и представительства в национальном парламенте, в социальной службе и так далее, они составляют только 19%, намного ниже, чем глобальные показатели 24%. С распространением пандемии COVID-19 и закрытием школ женщин несут дополнительное время, которое увеличилось по уходу за детьми и членами семьи. Это представляет вызов для социально-экономического развития. На этой сессии, номер пять, мы рассмотрим эти вызовы и предложим решение с акцентом на вращении экономических прав и возможностей женщин. Ну, пожалуйста, у нас будут замечательные выступающие, которые поделятся своим опытом и расскажут, что необходимо еще сделать. У нас есть две презентации, после которых будет экспертное обсуждение. Если кто-либо из участников, если у кого-то возникнут вопросы, пожалуйста, вы можете их напечатать в чате. Мы передадим их и ответим на них во время нашей сессии вопросов и ответов. Поэтому я хотела бы также попросить всех спикеров быть в регламенте времени, выделенного для вашей презентации, чтобы у нас осталось время на вопросы и ответы. Хорошо. Наконец, я хотела бы попросить всех вас выключить камеры и микрофоны, когда вы не выступаете. И сейчас позвольте мне пройти дальше и перейти к нашим презентациям. Первым двум презентациям. Первая презентация. Придет обзор текущего состояния тенденции ЦУР-5 в Северо-Центральной Азии. Выступающая госпожа Наргиз Азизова. Госпожа Азизова является специалистом по межгосударственным партнерствам. Она работает в региональном офисе ООН «Женщины» по Европе и Центральной Азии. Она более 20 лет имеет опыт работы с ООН «Женщины», и поэтому я буду рада, если госпожа Наргиз Азизова представит свою презентацию. Пожалуйста, у вас есть 10 минут. Слово вам. Спасибо большое, госпожа Чай-Чай. Я, наверное, перейду на русский, потому что мы подготовили презентацию на двух языках, но учитывая то, что большинство наших участников все-таки русскоговорящие, наверное, было бы лучше проводить эту презентацию на русском языке. Я сейчас ее поставлю на экран и просто прошу вас подтвердить, если вы ее видите. Хотела бы сразу отметить, что, конечно, для ООН «Женщины» это очень важно, что цель ЦУРФ-5 рассматривается, наконец, на самом высоком уровне, на форуме высокого уровня в июле следующего года в Нью-Йорке. Хочу отметить, что у нас был достаточно серьезный перерыв, 5 лет эта цель не была в повестке этого высокого форума. И в последний раз это было в 2017 году, и в 2017 году от Центральной Азии свой добровольный национальный обзор предоставила Республика Таджикистан. Прошло 5 лет для нас, 5 лет это все-таки такой временной интервал, когда мы регулярно отслеживаем прогресс, который делают наши страны в отношении достижения гендерного равенства. В последний раз мы с вами встречались в 2019 году в Женеве в рамках регионального обзора, который проводила экономическая комиссия для стран Европы совместно с ООН «Женщины». Процесс назывался «Пекин плюс 25». Это был конец 2019 года, как раз накануне пандемии, которая случилась в следующем году. Но для нас был очень показательным этот обзор, потому что он позволил нам тогда провести детальную оценку все-таки статуса достижения прогресса, достижения гендерного равенства. И, конечно, вот эта оценка впервые была проведена тогда с учетом тех целей и задач, которые ставила повестка 2030 и ЦУР-5 и другие гендерно-чувствительные задачи по целям устойчивого развития. К сожалению, 2021 год, 2020 год все-таки был очень таким значительным, который дал новые риски и новые вызовы. И, к сожалению, мы не все оказались к ним готовы. В 2020 году, после того, как случилась пандемия офиса ООН «Женщины», был проведен ряд исследований, которые показали, что все-таки у нас очень высокие риски, что тот прогресс, который был достигнут к концу 2019 года, он все-таки имеет тенденцию к регрессу. То есть все, что было наработано за пять лет последних лет, оно все-таки дало очень большие изменения во всех практически наших странах. Вот такой обзор очень хорошо был проведен на глобальном уровне, большое было исследование. Вот на этом слайде вы видите некоторые очень важные цифры, которые говорят о том, что уровень бедности и феминизация бедности, она, к сожалению, растет. И в этом году вот эти прогнозные данные, я хочу просто обратить ваше внимание, они все-таки имеют очень четкую гендерную специфику. Понятно, что население в целом пострадало практически во всех странах, но, к сожалению, те гендерные разрывы, которые мы имели до пандемии, которые мы с вами отследили во время обзора «Пекин плюс 25», они все-таки очень сильно дальше усиливаются. То есть у нас этот разрыв, он увеличивается очень сильно. Совершенно недавно нашим офисом штаб-квартиры был выпущен новый обзор по целям достижения ЦУР. Конечно, было обращено внимание на гендерные задачи и проведен такой обзор с использованием той статистики, которая имелась в наличии официальных данных и данных международных организаций. И вот на второй части этого слайда вы видите некоторые очень важные цифры. Вот те данные, которые были в наличии по 95 стран в 2020 году, они дали такую характеристику, что более половины стран сейчас не имеют квот для женщин, например, в национальных парламентах. То есть вот те достижения, которые мы имели к 2019 году в отношении политического участия женщин, они, к сожалению, в глобальном смысле они не имеют дальнейшего сильного развития. Об этом мы должны все понимать, потому что цель пятая все-таки говорит еще очень сильно об участии женщин на всех уровнях принятия решений. Эта цель тоже очень много говорит о том, что необходимы существенные меры для того, чтобы предотвращать и отвечать на насилие в отношении женщин и девочек. И к 2030 году искоренить все формы насилия. Это, конечно, очень серьезная задача. И здесь тоже вот практически несколько цифр о том, все-таки есть ли у нас в наличии законы, которые основаны на принципе, законы об изнасиловании, предотвращении и ответа на изнасилование, которые основаны на принципах несогласия. 63% из 95 стран не имеют таких законов. И у нас, вот вы видите эту цифру, которая говорит о том, как у нас все-таки растет насилие в отношении женщин и девочек в мире. И, к сожалению, вот если мы говорим о доступе к работе, к достойному труду, то у нас по-прежнему половина из этих 95 стран имеет вот эти списки, которые, списки профессий или занятости, которые запрещены, остаются запрещенными для женщин в этих странах. Все-таки вот на эти риски мы должны обращать, и на эту ситуацию мы должны обращать с вами внимание, когда мы будем говорить о цели пятой для нашего региона. Я хотела просто напомнить о том, что мы говорили во время обзора Пекин плюс 25. Это, конечно, очень важно, потому что детальный обзор, он вылился в конкретные практические рекомендации для стран нашего региона, что нужно все-таки делать, чтобы дальше поступательно идти в отношении достижения ЦУР пятого. Была принята политическая декларация глобальная Пекин плюс 25, это было сделано в конце прошлого года. И вы видите, вот те основные пункты, мы о них конкретно говорили и на нашем региональном обзоре Пекин плюс 25. Все они до сих пор имеют место, и они усиливаются, эти приоритеты все-таки остаются очень важными в контексте тех задач, которые стоят перед нами сейчас по искоренению последствий пандемии и по обеспечению дальнейшего развития в постпандемический период. Стагнация в регионе Европы и Центральной Азии, конечно, имела место и до пандемии. Это очень важно говорить о том, что ни одна страна в мире, к сожалению, не обеспечила полное гендерное равенство. Вот это основной результат обзора Пекин плюс 25. Но есть много стран, которые сделали тот или иной существенный прогресс, в том числе это страны нашего региона, в отношении некоторых ключевых показателей. Например, такие показатели, как участие женщин в уровне принятия решения. Нам, конечно, очень отрадно, что в наш регион они не на самом худшем положении в этом смысле. У нас все-таки есть и новые женщины-лидеры, в том числе вот в Молдове. Вы знаете, что президентом стала впервые женщина. Есть изменения у нас сейчас и в других странах, но, к сожалению, это еще недостаточно, чтобы говорить о том, что мы очень поступательно идем к тому, что поставили как свою цель на достичь к 2030 году. Вот здесь некоторые слайды, которые предоставляют данные по тем странам, где мы собрали данные, это официальные данные, подтвержденные, и они даются в сравнении за 5 лет, 2015-2020. Какая была доля женщин в национальных парламентах в наших странах? Вы видите, как выросло в некоторых странах, например, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан, но все-таки этого еще недостаточно, если мы говорим о том, что мы хотим к 2030 году иметь мир в 50 на 50. Это вот задача, которую ставит перед собой женщины, продвигать вот эту идею. Не просто достичь паритета, но этот паритет, конечно, должен быть именно 50 на 50 и достаточно устойчивым. И, конечно, мы отмечали то, что вот такие изменения были достигнуты, в том числе за счет внедрения специальных мер, даже временного характера. Это квоты и другие меры. Но сейчас у нас, если мы посмотрим на другие показатели участия женщин в принятии решения, например, как женщины представлены как руководители в министерствах и государственных учреждениях, то, конечно, ситуация у нас очень разная. Например, 6% у нас женщин-министров в Таджикистане и 36% в Грузии. Ситуация меняется, учитывая то, что проходят изменения сейчас во многих наших странах в отношении правительств и парламентов. Но, к сожалению, вот такая тенденция у нас сейчас есть, и нам надо все-таки принимать какие-то существенные меры для того, чтобы вот этот пробел был искренен. Конечно, мы хотели бы отметить то, что вот COVID все-таки дал не просто нам риски, выявил наши риски, но он дал очень хорошие уроки для нас. И было понятно, что в тех странах, вот даже предварительный анализ, который был сделан со стороны ООН «Женщины» и «ПроОН» в отношении гендерно-чувствительности мер, которые принимали правительства всего мира для того, чтобы ответить на пандемию, он показал, что эти меры достаточно эффективно были проведены именно в тех странах, где женщины являлись или являются руководителями глав государств или правительств. Таких стран у нас 26 в мире, и вот я не буду их перечислять, это понятно, что в этих странах, это некоторые из этих мер, конечно, они являются достаточно хорошей, положительной практикой, которую мы могли бы дальше использовать. Очень важно для нас, что вот цель пятая все-таки говорит об экономическом участии женщин, и вот сегодняшняя наша встреча, она, конечно, больше будет посвящена этому аспекту, как женщины представлены именно в этом секторе, в секторе экономической занятости. Для нашего региона это не секрет, это, наверное, самая чувствительная тема и самая такая важная, потому что регион наш, особенно Центральная Азия, она отличается трудоизбыточным населением традиционно. То есть у нас очень высокая доля молодежи, молодого населения. И отсюда, конечно, вытекают и преимущества, и в то же время некоторые проблемы, которые мы на сегодня до сих пор имеем. Традиционно наши женщины, они мало представлены на рынке, особенно в формальной занятости. Большинство из наших женщин, занятость наших женщин, она относится к уязвимым формам занятости. То есть они либо неформально заняты, либо самозаняты, либо они входят в число нерегулярных трудящихся мигрантов и так далее. Но ситуация, конечно, очень важна тем, что вот эта тенденция имеет место, конечно, и глобально. И вот вы можете посмотреть эти цифры, что 39% женщин, если они представлены в глобальной занятости, достаточно мало, но их достаточно большее количество женщин, как раз в числе тех, которые сразу теряют работу из-за каких-то рисков, в том числе из-за рисков пандемии, например. В регионе Европы и Центральной Азии глобально, если неформально занятые потеряли во время пандемии до 60% своих доходов, то в нашем регионе Европы и Центральной Азии они потеряли до 70% своих доходов практически сразу же. И это важно отметить, что вот эти существенные потери как раз произошли во второй половине прошлого года, когда в наших странах Центральной Азии правительство приняли вот эти меры, ограничительные меры. И то есть если эти ограничительные меры не были подкреплены подкреплены той поддержкой, в которой нуждались наши неформально занятые, это большинство все-таки женщин. К сожалению, вот участие женщин в рабочей силе, оно не сравнимо с участием мужчин. У нас есть достаточно высокий гендерный разрыв, и практически в трех странах Центральной Азии, вы видите, цифры в Кыргызстане 34%, в Узбекистане 27%, в Турбанистане 29%. Это очень высокие показатели, на которые мы должны все-таки обратить наше внимание. Еще один важный аспект все-таки, почему так случается, потому что понятно, что ввиду таких норм социальных, что преимущество занятости женщин отдается все-таки работе на дому, и нехватка вот этих мер государства в подкреплении ее занятости. Например, через обеспечение инфраструктуры, такой инфраструктуры, как детские сады, дошкольные учреждения, оно все-таки ограничивает участие женщин формально на рынке труда. И молодые женщины, они, конечно, еще в том числе и из-за других показателей, это и ранние браки, и другие, они оказываются больше не вовлеченными ни в образование, ни в занятость, ни в обучение. Их в категории этого населения, их в два раза больше, чем мужчин. Я думаю, что вы получите нашу презентацию, поэтому сможете более подробно ознакомиться с этими цифрами. Еще раз хотела ваше обратить внимание на все-таки на занятость. Если мы будем проводить политику в области регулирования занятости без учета гендерных аспектов, то, конечно, женщины опять останутся позади вот этих всех мер, которые проводит государство. Поэтому, когда мы говорим о занятости, социальной защите, о доступе к достойному труду, все-таки нам очень важно сделать здесь разделение не просто на мужчин и женщин, молодых мужчин и женщин. И мы должны посмотреть на тех, кто уже исключены из рынка труда. Это те уязвимые группы, о которых мы очень много говорим на всех наших мероприятиях. Но есть и такие группы, о которых я уже сказала, это все-таки неформально занятые. И у нас они в регионе достаточно высоко представлены, к сожалению. И мужчины, и женщины. Если мужчины у нас неформально заняты в сельском хозяйстве и строительстве, то женщины больше заняты неформально в секторе домашних услуг. А это сектор самый невидимый для реагирования со стороны государства и со стороны партнеров по развитию. Поэтому эта группа, конечно, женщин находится в более уязвимом положении. Особенно, когда в условиях пандемии ограничений вот эта категория женщин была в числе тех, кто впервые потеряли работу и заработок. Я не буду перечислять все эти положения, которые вы видите на слайде. Я просто хотела обратить внимание, что здесь, конечно, очень важный аспект имеет вот те социальные нормы, патриархальные традиции, которые до сих пор имеют место в нашем обществе, в нашем регионе. К сожалению, женщины ограничены еще и тем, что они получают образование в тех традиционных секторах, в которых они уже хорошо представлены и которые, к сожалению, не дают им дальнейших равных возможностей для развития. Вот здесь я поставила одно фото. Я считаю, что мы должны все-таки обратить внимание на такую полезную практику. Это фотография из вагона метро в Стамбуле. Там было буквально в каждом вагоне вот эта фотография, которая призывает женщин поступать на работу в качестве водителей метрополитена. И там стоит вот эта цифра 92%. Это та цель, которую ставит перед собой администрация метрополитена. Они хотят достичь 92% женщин, занятых в качестве водителей метрополитена. Такая же практически реклама есть в отношении женщин, приглашая их на работу охранниками в метрополитен. То есть это те нетрадиционные формы занятости, но достаточно стабильные в любых условиях и ситуациях и достаточно хорошо, ну, дающие достаточно устойчивый доход занятым. Поэтому, мне кажется, надо обратить внимание на то, как другие страны в нашем регионе пытаются преломить вот эти социальные нормы и традиции. И в нашем регионе тоже есть две страны, где работает метрополитен. Почему бы мы не обратили внимание вот на такие, кажется, несложные шаги, которые можно было бы предпринимать все вместе. Еще один важный момент – это все-таки, как наши женщины и мужчины переходят от школы к работе. Здесь тоже четко мы наблюдаем дискриминационные гендерные модели. К сожалению, женщины, молодые женщины, не активны на рынке труда, в большем случае по своим семейным причинам. То есть они в это время, значит, они заводят семьи, то есть у них появляются дети, они не успевают получить то необходимое профессиональное образование, которое востребовано на местном рынке труда и так далее. Поэтому, еще раз вот обратить ваше внимание, до 30% женщин в возрасте от 15 до 24 лет в регионе Юго-Восточной Азии, Юго-Восточной Европы, Центральной Азии, они вот составляют категорию тех, которые не имеют образования, не имеют работы и не имеют никакой должной профессиональной подготовки на сегодняшний день. Мужчин-студентов у нас, конечно, больше, особенно студентов со средним профессиональным образованием. Sorry. Окей. И женщины… Нагис, к сожалению, у нас мало времени, прошу вас закончить. Один из последних слайдов я все-таки хотела обратить наше внимание на быструю гендерную оценку, которую мы проводили в прошлом году в 16 странах-регионах. Это очень важные цифры, которые все-таки должны помочь нам сделать детальный анализ на насколько ЦУР у нас, насколько реализация ЦУР у нас обеспечена в регионе. И, наверное, последний слайд, это будет про вопрос о насилии, что тоже входит в цель пятую. То есть вы понимаете, что вот это самая, наверное, тяжелая задача, которую предстоит нам всем выполнить сообща. К сожалению, мы имеем вот эти ранние браки и насильственные браки, и у нас еще недостаточно четкие уголовные наказания за все формы насилия, в том числе за домашнее насилие. К сожалению, наша правовая основа, которую мы используем в наших странах, она еще далека от того, чтобы соответствовать международным стандартам в отношении предотвращения всех форм насилия и реагирования на насилие. Но я думаю, что у нас есть очень хорошая практика, работает сейчас большая программа, называется «Луч света» в Центральной Азии, которую финансирует Евросоюз для всех пяти стран от региональной программы. Я думаю, что вот это хорошая наша помощь для того, чтобы страны и регионы могли предпринять достаточно серьезные меры, чтобы обеспечить искоренение всех форм насилия в отношении женщин к 2030 году. Последний, еще один слайд, я не буду его озвучивать, потому что следующая презентация будет от моей коллеги Малинки в отношении неоплачиваемой домашней работы. Но это цифры, которыми мы хотели бы поделиться, на которые хотели бы мы обратить вашего внимания. Пожалуйста, посмотрите презентацию уже после сегодняшней сессии. И, конечно, меры, на которые мы призываем. Я хочу сказать только о последней мере. Все-таки наша практика показывает, если не будут гендерные меры и гендерная политика, стратегии и законы подкреплены финансированием, не будут подкреплены бюджетом, все-таки они носят достаточно декларативный характер, они просто становятся невыполнимыми. Поэтому, когда мы обсуждаем выполнение цели пятой, мы всегда должны приводить строгий аргумент. Нам нужно использовать инструмент гендерно-чувствительного бюджетирования, посчитать расходы, которые нам нужны для достижения цели пятой, и иметь четкий бюджет для того, чтобы эти расходы были подкреплены финансами. Я извиняюсь, если я превысила время, готова обсуждать дальше. Спасибо вам большое. Я думаю, это хорошая наша возможность вместе поработать над анализом и перспективами достижения цели пятой в Центральной Азии. Спасибо. Большое спасибо, Наргиз, за всеобъемлющий обзор, который вы нам предоставили. Действительно, у вас очень хорошие данные, примеры того, каким образом мы осуществляем прогресс в достижении ЦУР-5. Действительно, здесь мы смотрим на большие вызовы, связанные с ролью женщины, их лидерства, их ролью в принятии решения, в участии в рынке занятости и, конечно же, домашнее насилие. У вас есть также очень хорошее предложение о том, каким образом решать все уже названные задачи. Еще раз спасибо. А теперь мы должны продвигать дальше наша следующая презентация по расширению экономических прав и свобод, и, в частности, речь идет о домашней экономике через призму COVID-19 пандемии. Итак, это коллега Маленко Капаранова, который является главным офицером социального департамента ЕКООН, наша сестринская организация региональная, конечно же. Маленко много говорила и работала в сфере мейнстриминга гендерных вопросов, работая по расширению женского присутствия в экономической жизни Центральной Азии. Она также проводила целый ряд анализ политики, исследования по вопросам гендерного подхода, включая расширение прав и свобод женщины и расширение предпринимательских возможностей для женщин. У вас 8 минут, Маленко, пожалуйста. Большое спасибо, Чай-Чай, уважаемые коллеги, уважаемые участники. Я бы хотел сфокусировать ваше внимание на расширении экономических прав и свобод женщин, о том, каким образом изменяется здесь ситуация, особенно учитывая пандемию. И, в частности, я буду говорить о политических вызовах и решениях в этой связи. Я прежде всего хотел бы сказать, что моя презентация будет на английском, а она также есть и на русском. Пожалуйста, можете задавать свои вопросы на русском. И по вопросам гендерного равенства и по вопросам усиления экономической роли женщины. И в связи с этим, каковы связи с экономикой по уходу, и особенно в экономике в условиях пандемии. Сейчас я буду говорить, моя презентация на английском, я буду говорить на английском языке, но вам, конечно, вы можете посмотреть на презентацию на русском, которая находится на веб-сайте форума. И еще вы можете задавать ваши вопросы на русском языке в чате. Так что сейчас я перехожу на русском языке, на английском языке. Итак, я хотела бы продолжить свою презентацию. Пожалуйста, сейчас хотела бы включить свои слайды. Дайте мне знать, что вы видите эти слайды. Надеюсь, они все сейчас находятся, эти слайды, перед вами, и вы также хорошо меня слышите. Да, мы вас хорошо слышим, Маленко. Большое спасибо. Итак, то, что я хотел бы подчеркнуть, речь идет о том, что в течение восьми минут, конечно, будет очень сложно рассказать о всех связях непосредственных и опосредованных, которые связаны с экономическим развитием и участием женщин в этом процессе. Что касается расширения экономических прав и свобод женщин, здесь прежде всего это связано с распределением товаров и услуг, с равным участием женщин в этом процессе. Также это на макроэкономическом уровне. Но когда мы говорим о женщинах-предпринимателях, что является одним из элементов расширения прав женщин, у нас не может быть конкуренции на макро-уровне. Мы говорим, так сказать, о женщинах, о их идеях в этом процессе. Поэтому вы видите, это и на микро-уровне, и на уровне предприятий. И это очень важно знать, что фактически эти связи существуют во всех макроэкономических политиках, и чтобы это предпринималось с правительствами на региональном, субрегиональном и страновом уровне, и также на уровне сообществ. Фактически они влияют на семью и на каждого человека. Именно то, что поэтому у нас есть непосредственные связи между экономикой ухода, потому что мы должны поддерживать и развивать производительные силы. Когда мы говорим о секторе ухода, это включает очень большой объем работы, работы по дому и по уходу. И в то же время иногда это составляет большую долю в секторе, который производит услуги, допустим, ухода за детьми, либо же людей с инвалидностью, либо престарелыми. Когда мы говорим о секторе ухода, и моя коллега уже отметила, что в основном эта работа выполняется женщиной. Мы говорим о секторе ухода, потому что это касается не только неоплачиваемой работы по уходу на дому дома, но и также и неоплачиваемой помощи работы, которая существует в различных странах, но также и то, что в основном это женщины. Свыше 80% женщин работают в этом секторе. Извините, Малинка, извините. Ваши слайды не двигаются. Нет, не двигаются. А сейчас? Нет. Можно, вы перейдите, пожалуйста, в режим показа слайдов. Вы видите что-то? Нет. Может быть, мой коллега мог бы помочь вам управлять слайдами. Хорошо. Я вывела на экран свои слайды, но не знаю, каким образом двигается. Пожалуйста, слева кликните. Нет, у меня здесь этот полноэкранный режим. Надо выйти из него и затем кликните, пожалуйста, слева. Да, вот так. Сейчас видно? Да, хорошо. 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 То есть не в полноэкранном режиме работать. Я не хотела бы показывать. В любом случае, это касается экономики ухода. И еще один важный момент – это то, что несмотря на… Мы говорим и о оплачиваемой, и неоплачиваемой работе в секторе ухода, и эта работа очень важна, очень важна для общества и для экономики в целом. Но фактически это не дает возможности полностью участвовать в экономической и политической жизни. Но зачастую это не видно, когда мы… Это нет видимости, когда мы говорим об экономическом показателях и росте. Это также не только касается роста ВВП, но это не видно, когда мы говорим об экономических политиках, например. И когда мы говорим о промышленном росте, это где-то всегда на заднем плане. И фактически об этом заднем плане всегда забывают. Также это видимость или отсутствие видимости, невидимость. Она так показывает, и только впервые ее в поездке дня 20-30 приняли важность этого. И именно поэтому ЦУР-5 четко говорится о важности ухода женщин, которые осуществляют уход за детьми, за престарелыми и сочинами семьи. Именно ЦУР-5-4 призывает к признанию, сокращению и перераспределению неоплачиваемой работы по уходу. Это не только важно для политик, но и для общества в целом, потому что нам необходимы политики, которые фундаментальны в целом для расширения экономических прав женщин. Именно поэтому ЕЭК работает в этой сфере. И как на региональном уровне, на региональном форуме по устойчивому развитию, об этом говорилось, о том, каким образом можно включить женщин в эти показатели. Но и на пекинской платформе действий, которая в 2017 году, я об этом не буду говорить, потому что об этом уже было сказано. Я хотела бы сказать, что в результате этого важность ухода была признана. И в частности, эти громадные пробелы, которые существовали даже до ковида, после этого, конечно же, пандемия усугубила все эти пробелы и различия. И, конечно же, после этого проводился важный проект регионального обзора совместно с ИСКАТО и Европейский и Центрально-Азиатский офис. И мы все еще находимся на этапе завершения этого проекта. Проводятся региональные и страновые исследования. Региональные исследования рассматривают неоплачиваемую работу, и также политику в области сектора ухода. И также проводятся кейс-стадии в Молдове, в Сербии, также в Киргызстане. Я думаю, что было очень важно отметить эти вопросы и конкретные условия на страновом уровне, потому что ситуация в регионе, вы знаете, зачастую имеют общие вызовы, и тем не менее у них есть собственная специфика. И именно что касается этого проекта, он уже, результаты опубликованы. Я хотел бы также сказать о последствиях пандемии на возможности и права женщин. До ситуации, до приковидной ситуации, спасибо, мои коллеги облегчили мне задачу эту презентацию, госпожа Наргеса облегчила мне эту работу. Но, конечно же, акцент ставится в основном на ситуации в Центральной Азии. И я хотела бы отметить, что мы, у нас есть вот эти пробелы, отсутствие женщин на рынке труда и сегрегация, когда участвуют не все факторы. Именно поэтому последующие меры таковы, что у нас есть достаточно большие гендерные пробелы или разница различия в оплате труда. Именно поэтому я привлекаю ваше внимание, не привлекаю внимание к деталям из-за отсутствия времени. Но ковид даже усугубил ситуацию в плане гендерных неравенств. У нас были сокращения в оплачиваемых труде, потери рабочих мест. 26% в Казахстане женщин сказали, что они потеряли примерно работу по сравнению с 22% мужчин, по сравнению с мужчинами, которые потеряли только 22%. У них были также ухудшения условий труда, потому что большинство женщин работали в основном в качестве основных работников в секторе, например, здравоохранения, ухода за детьми и услугами. Что касается неформальной экономики, женщины участвуют в большей степени в неформальной экономике, и не только условия ухудшились при ковиде, но и многие точки были закрыты. Поэтому женщины-предприниматели также показали свои цифры, представили свои цифры, показали 72% снижения, потому что очень многие домашние хозяйства в Кыргызстане, к примеру, извините, пропадает звук, очень плохо слышно наступающего. Переходя к работе в домашних условиях, также женщины вынуждены были работать из дома. Поэтому доля занятых респондентов, которые работали из дома во время пандемии COVID-19, что очень важно сказать, что воздействие COVID-19 на секторе ухода мы должны разделять несколько элементов. это воздействие на сектор ухода. Что мы видим, это то, что в неоплачиваемой работе, и оплачиваемой работе, доля неоплачиваемой работы увеличилась. Дополнительная работа также увеличилась из-за закрытия школ и многих организаций по уходу. Во время карантинных периодов, также в некоторых странах, многие страны, и во время также восстановления или долгих локдаунов COVID-19, также работа на дому по уходу представляла большой вызов для женщин. И здесь я также предоставляю цифры, о которых мы говорим, что говорят о том, что женщины находились в невыгодном положении из-за повышенной работы, которую они проводили во время пандемии COVID-19. Что важно также, это то, что было увеличение общественного внимания к важности домашней работы по уходу и услугами. Однако же финансирование и меры были, может быть, недостаточные. Конечно, были исключительные какие-то исключения. Было очень важно, чтобы после COVID-19 необходимость таких мер была признана. И в частности, перераспределение между институтами и различными уровнями. Что очень важно также для работы для сектора по уходу. Я хотела бы привлечь ваше внимание к потере возможностей, особенно в секторе ухода и домашней работы. Также были секторы, которые пострадали в большей степени. И, например, малые и средние предприятия. Мы знаем, что во многих странах получали определенные субсидии от правительств, но это было не во всех странах. Что очень важно, я хотела бы сказать, что вы знаете несколько слов о политических мерах реагирования, потому что очень важно, каковы меры реагирования в этой сфере, каким образом они могут оказать влияние, и как они были сформулированы. Мы знаем, что во многих странах, во многих странах, таких как Узбекистан и других, были финансовые поддержки малому и среднему бизнесу, особенно микробизнесам. И там, вы знаете, что очень большая доля женщин в владельцах малого бизнеса, и фактически они получали поддержку от проекта, но она была недостаточная. Вы знаете, я думаю, что я уже как бы подхожу к концу своего времени. Я хотела бы также отметить очень важные сферы, потому что у нас есть фактически необходимость того, чтобы сфера ухора стала приоритетом в принятии политических мер, чтобы это не было каким-то сопровождающим продуктом, чтобы действительно этому уделялось внимание. Мы знаем, что, конечно же, существуют такие вызовы, но так как анализ выгод показывает, что у нас будет больше пользы и выгод, в частности, в среднесрочный и долгосрочный период, если это будут такие возможности, расширены, и поэтому необходимо, чтобы соответствующие меры были приняты. Поэтому... Конечно же, необходимо, чтобы это проводило не только в секторе неоплачиваемой работы, но и также это касается и работников сферы здравоохранения. У нас есть два вида рекомендаций. Я не буду... Вы можете увидеть это в подробности в наших продуктах, о которых я говорила. Это неоплачиваемая работа, это оплата отпусков. Извините, звук. Это политические инновации, которые только начаты в некоторых странах в предоставлении. И, конечно же, для оплачиваемой работы. Вы знаете, что, конечно же, у нас были инвестиции в сектору входа. Также речь идет об адекватной компенсации медработников, и мы видим, что в некоторых странах этот процесс уже идет полным ходом, идет поправка на инфляции. Я была бы рада ответить на ваши вопросы. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Малинка. Очень важная, интересная презентация, которая показывает нам основные гендерные вопросы, касающиеся всех женщин во всем мире. Также региональные комиссии объединяются для того, чтобы посмотреть на анализ воздействий и разработки соответствующих политических решений. Я думаю, ваша презентация открыла нам глаза на важные вопросы, связанные с расширением прав и свобод женщин в экономическом секторе, и, конечно же, участие женщин в политических решениях. Очень важно, чтобы речь шла о правильном пакете политических решений. Конечно, я понимаю, что из-за ограничений во времени вы не смогли раскрыть информацию о всех подобного рода решениях, но это не должно быть в чрезвычайном плане сделано. Это должно быть в системном, прежде всего, режиме разработано. Национальные инвестиции должны быть систематизированы. Это касается также системы ухода с тем, чтобы компенсацию женщины получали адекватную за ту работу по уходу, которую они осуществляют в странах региона. Еще раз большое спасибо, Малинка. И теперь мы должны послушать наших экспертов в панели. Пять у нас экспертов сегодня. Они расскажут о тех вызовах, о тех задачах, которые были отражены отчасти в презентациях, которые мы только что заслышали, о том, как они поддерживают женщин в плане экономических возможностей, в плане продвижения их интересов в экономическом секторе. Итак, первый наш эксперт в списке, госпожа Акмара Басерова, которая является опытным социальным предпринимателем, и у нее фонд, который защищает права матерей с 2019 года. И, соответственно, также у нее очень успешная компания по работе в сфере клининга, и она также очень много делала для поддержки женского предпринимательства. Итак, госпожа Акмарал, мы передаем слово с большим удовольствием вам. Пожалуйста. Итак, вы можете, Акмарал, начинать свое выступление. Добрый день всем. Меня зовут Акмарал Басерова. Я руководитель Общественного фонда защита прав матерей в городе Алматы. Многодетная мама. У меня три девочки, два сына. Директор клининговой компании. Мы обслуживаем по городу Алматы. Делаем генеральные уборки разных помещений. У нас работают социальный проект. У нас работают многодетные одинокие мамы. Слышно, да, меня? Очень хорошо слышно. Вообще история изначально началась шесть лет назад. За шесть лет у нас очень большой рост. Шесть лет назад у меня нет образования высшего, потому что у нас такие семейные обстоятельства сложились, что я не смогла закончить вуз, в который поступил, у меня без вести пропал отец в 97-м году, и мне пришлось помогать маме. И не окончивший высшее заведение, получается, вообще без никакого образования, я вышла замуж, начала рожать детей, как наши азиатские женщины, стала хранительницей очага, и получается, ну, знаете, не было высшего образования, но было желание большое помочь женщинам, найти работу, найти себя, да, и 6 лет назад как раз у меня муж получил инсульт, мне надо было все тягости жизни взвалить на свои плечи, воспитывать петербург, мормить, одевать и мужа лечить, и я дала объявление в фейсбук, в инстаграм, что я убираю квартиры, дома, там, белим, косим траву, гаражи, убираем, ну, человек без образования, он что умеет делать, только это, да, и получается через 3-4 месяца у меня появился на фейсбуке инвестор, который предложил мне открыть официально клининговую компанию и предложил вложиться деньгами, да, это 3000 долларов на оборудование, попросил меня составить смету, сказал, что у меня есть условия, 2-3 месяца вы должны будете обучаться, пройти у психолога, да, курсы, обучиться у бизнес-тренера, финансовой грамотности, да, вот всем делам, 2-3 месяца я обучалась на различных курсах, вот у них, и он перечислил, я официально ИП открыла, перечислил деньги, мы закупили оборудование, и получается, вот инвестор помог не только моей семье встать на ноги, ну и 200 женщин, понимаете, получили работу, сейчас у нас очень большие объемы, плюс к этому мы открыли центр поддержки матери в городе Алматы, Алатаусский район, у нас в базе 11 тысяч женщин, просто по одному району, да, города, эти 11 тысяч женщин получают у нас услуги бесплатных курсов, у нас профориентация идет, мы, получается, помогаем женщинам выходить из тяжелой жизненной ситуации, наши клиенты, это категория социально уязвимый слой населения, которые вообще не знают, чем им заняться, куда пойти, где заработать, потому что 80% живут в арендном жилье, они снимают там бани, времянки плесневелые, гаражи снимают, там подбеливают, подкрашивают и живут кучи детей в этих времянках, за год у нас, знаете, вот мне повезло с инвестором, да, вот на фейсбуке, просто он, человек, следил за моей работой и говорит, мы хотим просто вам помочь, открыть клининговую, а всем женщинам в Казахстане таких инвесторов не найти, да, я подумала, неужели государство не может быть инвестором для наших женщин, и мы начали делать, вышли на разведку, начали анализ делать, где, вообще, какие гранты есть для поднятия малого бизнеса, да, и получается у нас вот есть гранты в городе Алматы, я думаю, в других городах тоже, в Казахстане, до 5 миллионов в Цинге есть безвозвратные гранты на инновационные проекты, в инновационных проектах могут участвовать все категории ИСУС, любой человек, главное, чтобы у него была хорошая такая идея, которая поможет экологии города, трудоустройству, да, именно по работе, и понимаем, получается, 860 женщин где-то около 600 тысяч в Цинге купили машинку, оверлок, начали дома шить, у нас на курсах проходят бесплатные курсы шития, вязания, маникюр, педикюр, там, не знаю, наращивание ногтей, все, вот именно индустрия красоты, легкая промышленность, и получается 860 женщин получили 200 МРП, 44 женщины получили до 5 миллионов в Цинге, 5 миллионов в Цинге, по-моему, где-то 10, 10, 12 тысяч долларов, я сейчас точно не могу посчитать, и сейчас мы открыли ассоциацию индивидуальных предпринимателей, именно женщин, я там являюсь руководителем, председателем, и мы всех этих женщин держим, чтобы деньги не ушли там, не по назначению, чтобы женщины не потеряли мотивацию, чтобы у них этот бизнес остался как бы семейным бизнесом, чтобы дети, там, внуки уже занимались этим делом, да, постоянно, мы же знаем, что семейный бизнес всегда вам устойчивый, вот, теперь мы создали ассоциацию индивидуальных предпринимателей, Акимат города Алматы нам предоставляет в промышленной, в индустриальной зоне помещение полторы тысячи квадратных метров, мы там будем такое, знаете, мини-АХБК, хлопчатобумажная фабрика раньше у нас была, и мы сейчас вот хотим такой мини-завод поставить все женщины, которые купили оборудование, это где-то в общей сложности 200 машинок, швейных, там гладильные системы, оверлоки, распошивалки, вот это все, да, и у нас будут большие заказы, мы будем женщин обеспечивать заказами, это маркетинг полностью, сопровождение, бухгалтерия, да, чтобы, мы хотим, чтобы они прям выросли, вот такая у нас работа, и мы, знаете, понимаем, что вот не все, конечно, не 100% могут стать бизнесвумен, но мы им помогаем профориентации, помогаем в трудоустройстве, да, также мы работаем с Атамикен, с центром занятости, в центре занятости у нас в городе Алматы есть 64 курса бесплатных, представляете, 64, вообще категория СУС, до, раньше, вот до 3 лет мы вообще не слышали, что есть бесплатные курсы, что оплачивается стипендия, представляете, оказывается это все есть, но это не транслируется везде, я не знаю, вот я всегда предлагала, говорю, как такие социальные ролики, давайте снимать, будем на телевидении показывать, чтобы люди видели, чтобы они шли, у людей, у женщин в основном, да, недоверие государству, недоверие к работе государства, к чиновникам, да, и поэтому они не хотят идти по там, по каким-то программам государственным, а мы именно им помогаем поверить в светлое будущее и поверить в себя, когда за спиной 5-6 детей, вообще мы не имеем права сдаваться назад, отступать, у нас прям есть вперед, дети наши мотивация, и мы прямо вперед идем, я не знаю, как вообще Акмарал, мне очень приятно вас слушать, но, к сожалению, у нас очень мало времени, поэтому я прошу вас завершить свое выступление. Вот такая вот краткая история, меня называют золушкой, алматинской золушкой, которая в одно время пошла квартиры, мы, да, для того, чтобы детей продуктами обеспечить, чтобы они у меня не ходили там голодные, холодные, да, вот мама, она вот реально должна все делать, чтобы обеспечить детей, чтобы у нас не было некачественного количества детей, да, чтобы было именно такое светлое будущее с хорошими, качественными детьми и с нашим будущим, да, я не знаю, как вам объяснить, но мы уже видим, понимаем, что можно мышление поменять женщин, иждивенчество убрать, да, вот, иждивенчество нам самим вредит, и нашим детям дальше, вот, я не знаю, моя история будет какой-то помощью для вас, но я с таким вот восхищением вообще на некоторых мам смотрю, которые вот год назад жили в плесневелых времянках, да, и им не было возможности детей прокормить, там, дети полуголодные, волонтеры везли им продукты, да, одежду, а сейчас они сами рабочие места дают, представляете, ну что ж, большое вам спасибо, Акмарал, это очень интересная история, мы очень тронуты вашей историей, насколько вы преодолели личные трудности, насколько вы теперь глубоко работаете в сфере женского предпринимательства, помогаете женщинам, подругам выйти из бедности, улучшить их ситуацию, повысить качество поддержки своих детей, и я думаю, что это очень хороший подход, когда вы надеетесь только на себя, и я надеюсь, что больше таких золушек, таких хороших историй, как вы, мы услышим в будущем в регионе Центральной Азии, Северной Азии, я надеюсь, что будут вопросы у наших участников с тем, чтобы мы потом провели такую общую дискуссию. Большое спасибо еще раз, и теперь я хотел бы пригласить госпожу Диффуза Курлова, она также представит свою информацию, она профессиональный медиатор, адвокат по вопросам гражданских отношений в сфере занятости в 2021 году, она была выбрана как одна из первых, в первую десятку вошла лидеров женщин в Узбекистане, у нее очень хороший опыт в сфере гражданского законодательства, отстаивания прав человека, вам слово. Спасибо большое всем организаторам за то, что вы сегодня пригласили меня, я сегодня буду делиться немножечко больше информацией про Узбекистан, какие у нас есть, скажем, в правовом поле законы, которые буквально пару лет назад были приняты, которые как раз-таки дают экономическую возможность, то есть воплощение экономических прав женщин в нашей стране. Я думаю, что этот опыт возможно будет полезен и для других стран. Итак, в правовом секторе мы знаем, что в Узбекистане в 2019 году был достигнут очень большой прогресс, вообще в 2019 год у нас было очень много развития в области гендерного равенства в стране. Значит, два закона были приняты, они обсуждались более 10 лет и наконец-то в 2019 году, 2 сентября, был принят закон о гендерном равенстве между мужчинами и женщинами и также был закон принят о защите женщин от притеснения и насилия. И вот первый закон как раз таки голосит о том, что каждая женщина имеет право на работу наравне с мужчинами. Естественно, там запрещается дискриминация по половому признаку. И этот закон на самом деле дает больше политических, социальных, экономических, гражданских прав женщин. Там написано о том, что временные специальные меры, то есть введение каких-то специальных квот например в парламент, как уже предыдущий спикер говорил, об этом законе также говорится. Итак, мы видим, что два закона это база скажем так для того, чтобы мы могли уже опираться на них и требовать свои права. Потому что без закона к сожалению все эти дискриминационные нормы или та дискриминационная позиция скажем, если берем рынка труда, то она к сожалению очень сильно существует и отражается на трудоустройстве женщин в формальном секторе, как и неформальном секторе. Дальше второй аспект это гендерный комитет при сенате Оли Маджлис. Он тоже был утвержден в 2019 году. Это считается одним из самых высоких органов, который как раз таки здесь вопрос я потом прочитаю обязательно, как раз таки говорит о том, что гендерные проблемы теперь будут подниматься на самом высоком уровне. Этот комитет рассматривает все законы, все политики, которые существуют в стране через линзы гендерного равенства. И в 2019 году в Узбекистане прошли парламентские выборы, где мы видим, что именно в два раза увеличилось количество женщин-депутатов. То есть если в 2014 году этот показатель достигал 16%, то есть 24 женщины были из 150 общих депутатов, то в 2019 их уже стало 48. Конечно, про качество я уже не говорю, потому что одно дело, когда ты формально имеешь женщин-депутатов в парламенте, другое дело, насколько у них есть право действительно продвигать какие-либо политики. Но COVID естественно дал о себе знать, потому что именно из-за COVID-а многие мигранты вернулись. Мы знаем, что более двух миллионов мигрантов работали только в одной стране, в России, и большинство из них, конечно, мужчины, но есть часть женщин, которые тоже являлись мигрантами в различных странах. И, к сожалению, они из-за COVID-а должны были вернуться в свои страны. В Узбекистане, как и в других центральных азиатских странах, у нас были проблемы с трудоустройством женщин, не только женщин, но и мужчин, которые вернулись из трудовой миграции. И там мы видим, что существует именно рост неформального сектора, то есть люди уже начали выходить на поля временной сезонной работы или на стройке без оформления каких-либо документов. И это показывает о том, что формальный рынок, к сожалению, очень сильно страдает. И в этой связи, конечно, у нас также были успешные проекты, которые отразились на трудоустройство женщин в нашей стране. Один из проектов, который я бы очень хотела поделиться, это Министерство труда и Всемирного банка в рамках WorldSkills, где Минтруд запустил моноцентры. Моноцентры это в каждом регионе, в Узбекистане у нас 12 регионов, Каракалпакстан и город Ташкент, то есть 14 административно-территориальных единиц, и в каждом из них создали моноцентры, куда любой гражданин может подойти для обучения языков, для обучения каких-либо электрик, сантехник и так далее. У них огромный центр на 3-4 этажа, где могут получить сертификат международного уровня. Для того, чтобы туда пойти, у нас есть центр занятости Министерства труда, куда любой также может обратиться за получением работы. Если у них нет работы или нет квалификации, то Центры Содействия Трудоустройства дают направление в эти моноцентры, и в моноцентрах могут бесплатно обучаться до 3 месяцев. И посетив несколько моноцентров в Узбекистане, я убедилась тем, что курсы они очень замечательно устроены, потому что 30% они обучаются теории, и 70% они уже выходят на практику. То есть, будучи на 3-х месячных курсах, 70% времени они уже практикуются. И когда они уже выпускаются, имеют международный сертификат. я обратила также внимание, что там есть бьюти-курсы, где можно обучиться маникюру, педикюру, косметологии и так далее. И есть курсы для детей, нянечек. И вот я заметила, что женщины, у которых есть маленькие дети, они приводят свои детей именно в эти курсы, где готовят нянечек, а сами идут на другие курсы. То есть, это настолько хорошо налаженная система, что, я думаю, она имеет большую перспективу, потому что курсы могут быть как бесплатные, в основном они бесплатные, но также могут быть частные. То есть, люди уже могут сами тоже заплатить и иметь этот сертификат. И второй вопрос, второй момент, я знаю, что я буквально на одну минуту опаздываю, и это кооперативы. Министерство труда запустило такой замечательный проект кооперативов, где на каждого участника кооператива по 40 мини-проектам выделяется 120 долларов. То есть, если 10 человек, то уже Министерство труда в знак социальной помощи в этом кооперативе выделяет 1200 долларов. Эти 1200 долларов не возвращаются в Министерство труда. То есть, это начальный капитал для того, чтобы они смогли что-то делать. И вот эта практика показывает, что любые граждане, женщины из центральных городов или кишлаков, или районов и алулов на самом деле могут запустить свое производство, могут запустить свои проекты, бизнес-проекты для того, чтобы иметь свои экономические возможности, иметь трудоустройство. Потому что не все, к сожалению, имеют эту возможность обучаться, получать формальный заработок и так далее. Поэтому вот такие успешные политики и практики показывают о том, что мы, как люди, которые пишут эти законы или, скажем, анализируют или помогают женщинам, мы должны больше и больше об этом рассказывать. потому что, к сожалению, в областях не у всех есть интернет, не у всех есть смартфон для того, чтобы получать эту информацию. В общем, вот эти два успешных проекта on the ground, то есть мы говорим это вот именно в областях, предоставляют намного-намного больше помощи именно женщинам, особенно после ковидной ситуации. Я буду очень рада поделиться другим опытом и также пообщаться после, значит, этой сессии. Спасибо вам большое и простите, что я опоздала на несколько секунд. Спасибо. Спасибо, Дельфуза, за то, что вы поделились вашим опытом и каким образом усилить голос женщин и расширить их социальные и политические права. И мы надеемся, что у вас будут вопросы от наших участников. Давайте перейдем к нашему следующему выступающему, госпоже Динаре Руслан. Она является основателем и управляющим директором группы этой компании, которая называется Codify. Она является также советником правительства Кыргызской Республики. Она также являлась директором ZenSoft и также нескольких других проектов в техническом группе сотрудничества. И в настоящее время она работает в центрах образования на основе B2B. Пожалуйста, Динара, слово вам. Пожалуйста, шесть минут. Спасибо. Извините, вас не слышно. У вас звук плавает, вас не слышно. Я хотела бы поделиться, как я начала работать в этой индустрии. работаю в центрах образования. Динара, извините, Динара, переводчики послали запрос, что ваш звук постоянно прерывается. Не могли бы вы выключить, может быть, камеру? Может быть, это из-за вопроса интернет-трафика? Давайте попытаемся по-другому, без камеры, потому что практически не слышно. Постоянно. И, пожалуйста, несколько медленнее, потому что все прерывается. Продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Я думаю, наиболее интересно то, что мы работаем в сфере ИТ, потому что мы начали в 2006-го года, когда начали развиваться сфера ИТ. И когда я думала, кем же становиться юристом, журналистом, но тогда я тогда вообще просто очень хотела быть дизайнером одежды. И случилось так, что в конце концов я начала работать в организации ИСИК, и ИТ стало моей страстью. Я, в общем-то, не могла найти работу в Кыргызстане, достаточно было сложно, и я пыталась поработать в различных карантане, потом работала год в Афганистане. Сначала и затем я переехала в Калифорнию, начинала работать, начинала изучать, учиться по программе магистрской, и затем я туда-сюда летала постоянно на каждые тренинги и начала работать в секторе ИТ в штате Айова. Сначала я начала с младшего помощника и закончила проект-менеджером. И в 2016 году я учредила там компанию Кодифай. В 2019 году открыли Академию Кодифай, и мы смогли, затем мы решили, как наши, так как у нас студентов отсутствовала мотивация, и мы использовали несколько систем, поэтому мы решили построить это решение. автоматизированное обучение для там встроенные такие сервисы, как аналитика, воронка продаж, клиентские данные, система платежей и бухгалтерии. Это таким образом выглядит система на русском, киргизском, английском. У нас есть веб-версия, мобильная версия, и у нас есть и такие черты, такие параметры и сервисы, допустим, игры, есть различные стигеры. И сейчас я, мы также, наша целевая аудитория, это языковые курсы, частные школы, университеты, компании, где есть модули учебные, предусмотренные для работников. У нас свыше 30 клиентов из различных стран СНГ, из детских садов, языковых курсов и университетов. И я могу поделиться таким посылом, что все, кто хотят работать в секторе ИТ, это фактически замечательная сфера для того, чтобы работали женщины и девушки, потому что, девушки, потому что я родилась в деревне, в Кыргызстане, училась, работала в различных странах, училась в США, сейчас работаю в Сингапуре. Я работаю не только в секторе ИТ, но фактически стала специалистом в области ИТ. И наша компания была создана в качестве стартапа, стоит сейчас более миллиона долларов, поэтому ключевой посыл, который я хотела бы поделиться с вами. И вы знаете, шесть минут это действительно недостаточно. Здесь вот вы видите мою страничку в Инстаграме, и я могу поделиться ссылкой на нее. Пожалуйста, если у вас есть вопросы или комментарии, вы можете всегда связаться со мной. Пожалуйста, шесть минут, я уложилась. Замечательно, спасибо большое. Действительно, Динара, вы знаете, вы продемонстрировали, насколько вы привержены вашей цели. Также я хотела бы сказать, очень интересно выслушать вашу историю, потому что мы знаем, когда женщины приходят в сферу исследования, в сферу науки, в сферу технологии, и вы показали, как это стать общепредпринимателем в области ИТ. Это действительно очень конкурентная сфера. Вам всегда необходимо доминировать. И каким образом вы не только входите в эту сферу, но и вы являетесь прекрасным примером для того, чтобы вдохновлять женщин и молодых девушек, для того, чтобы они работали в сфере технологий. Желаем вам всего самого лучшего. И я надеюсь, что больше и больше девушек услышат вашу историю. Я также хотел бы сказать, что с момента наступления пандемии цифровая экономика является очень важным фактором восстановления и роста девушки и женщин. Мы должны найти достойное место в этом секторе. Еще раз большое спасибо, Динара. Следующий выступающий Евгений Сон, который является экспертом МСБ, предоставляет поддержку малому и среднему бизнесу в международном аспекте. И действительно, ваше участие в форуме о поддержке женщин является очень важным. У него очень большой опыт в международных организациях, таких как EDRD, также USAID, а также в международном Красном Кресте. Пожалуйста, Евгений. Спасибо, Чай-Чай. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень интересно было знакомиться с вашими презентациями. Я очень быстро хотел бы еще раз проговорить, какие барьеры есть для женщин, чтобы они чувствовали себя свободно в экономической среде. Это ограничен доступ к информации. Существует проблема доступа к информации. У женщин меньше времени на обучение, на участие в профессиональных сообществах. В мире примерно на 250 миллионов женщин меньше, чем мужчин имеют доступ в интернет. Также существует огромная проблема к доступу к финансовым ресурсам из-за ограниченного залога имущества или его отсутствия. Дефицит финансирования для женщин-предпринимателей в развивающихся странах составил примерно полтора триллиона долларов США. Ну и, конечно же, причиной всего этого является ограниченное время на ведение бизнеса. У женщин просто физически меньше времени для его ведения. Как-то в 2016 году мы проводили исследования во многих странах, в 28 странах, и 86% респондентов считают, что женщина должна выполнять работу по дому, даже если ее муж не работает. Наконец, 68% респондентов предпочитают традиционное семейное устройство, где мужчина работает, а женщина заботится о доме и детях. И поэтому мы видим, что женщины сегодня занимаются неоплачиваемой работой в нашем регионе практически в три раза больше. Можно будет следующий слайд? Как вы видите на слайде, мы проводили исследования в прошлом году в самом начале пандемии секторы торговли и услуг, в которых задействовано значительное количество женщин, сильно пострадали от ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Предприятия, возглавляемые женщинами, больше пострадали от карантинных мер и потеряли 26% своей рабочей силы по сравнению с 17% у предприятий, возглавляемых мужчинами. И 72% женщин и 63% мужчин в бизнесе предвидят необходимость адаптации своей бизнес-модели к периоду после завершения пандемии. Но данный слайд я не вижу слайда, есть ли он у вас на экране? Сейчас, секунду. я могу организаторов попросить все-таки показать слайды? Или это мне необходимо сделать сейчас? секунду. Я попрошу коллегу, чтобы он ваши слайды выставил сейчас на экран. Да, вот сейчас. Let me do it. Let me do it. Я это могу сам сделать. Вы можете продолжать свою презентацию, пожалуйста. смотрите, этот слайд показывает оптимизм наших предпринимательниц даже в период пандемии. Очень многие из наших предпринимательниц продолжают развивать свой бизнес и только 5% предпринимательниц ответили, что они будут закрывать свой бизнес по сравнению с 12% мужского бизнеса. Это мне напоминает ситуацию с 90-ми годами, когда после коллапса Советского Союза все-таки женщины взяли в свои руки экономику и целенаправленно участвовали в ее развитии. Далее в ЕБРР в Центральной Азии существуют три программы по развитию женского предпринимательства. В Казахстане программа женщинного бизнеса, в других центрально-азиатских странах и Монголии есть две программы Women of the Step и Stepping Up for Women, которые включают в себя следующие компоненты консалтинг, то есть когда женщине предпринимателю необходимо получить ответы, написать бизнес-план, разработать маркетинговую стратегию, мы даем гранты на консалтинг и помогаем найти экспертов, которые могут реализовать такие проекты. Интересный проект у нас по менторингу, мы увидели, что женщины, они готовы помогать другим женщинам развивать бизнес, и мы увидели, что у нас в центрально-азиатских странах есть лидеры женщины-предприниматели, которые готовы делиться своим опытом на бесплатной основе. и сегодня эта программа по менторингу у нас работает практически во всех странах Центральной Азии и Монголии. В течение девяти месяцев женщины делят на бесплатной основе начинающим или продолжающим женщинам-предпринимательницам. Также мы работаем с банками, мы выделяем средства, чтобы наши банки-партнеры и микрофинансовые организации они предоставляли финансирование для женщин-предпринимательниц. И с другой стороны мы предлагаем техническую помощь для этих банков. Мы рассказываем, что необходимо ввести гендерные данные и как они могут помочь нашим банкам-партнерам в работе с женщинами-предпринимательницей. Мы советуем избегать использования пинг-маркетинга, допустим, когда банки хотят привлечь своих предпринимателей к клиентам, то часто они используют розовый цвет, что является не очень корректным или этичным. Мы работаем с руководством и у нас есть еще один инструмент, который называется покрытие риска первого убытка. Мы в сотрудничестве с банками сказали, что вот пожалуйста, давайте выделенные нами средства для женщин-предпринимательниц. Если кто-нибудь из них не вернет или просрочит платежи, мы вам обязуемся выплатить из специального нашего фонда эти убытки. и на сегодняшний день ни одна предпринимательница в нашем регионе не показала или не отвечает за по своим обязательствам. И у нас этот фонд он просто лежит на счете в банке и остается невостребованным. Мы также видим и увидели, что малый и микробизнес, в котором в основном находится женщина, более гибок. И сегодня очень многие компании обращаются к нам по пересборке бизнеса. Когда найдена или находится правильная бизнес-модель, сформулирован продукт, определен клиент и каналы коммуникации. И примером может быть компания NPD Express. Это логистическая компания под управлением женщины. Когда настала проблема и закрыли все границы, эта компания задумалась, каким образом она может изменить бизнес-модель. Увидела, что очень часто банки теперь не посещаются клиентами, работают удаленно, и они сегодня предоставляют новые услуги, разработали новый продукт, доставка платежных карт для клиентов банков, и сегодня разрабатывается еще один продукт, тоже новый, помощь при переездах для частных лиц и юридических компаний. И мы видим сегодня, что очень востребованы проекты с мгновенной отдачей, это использование цифрового маркетинга, использование франчайзинга, которые не требуют больших средств, но после данных проектов получаются немедленные результаты. Также мы смотрим сегодня на серии... Евгений, я прошу прощения, Евгений, вы должны завершить ваше выступление, потому что у нас на очереди есть еще один выступающий. в качестве решений это всегда гендерные данные, которых сегодня не хватает. Мы хотели бы видеть больше женщин, принимающих решения на всех уровнях. Мы хотим видеть ролевые модели и женщины, и мужчины. Мы хотим видеть, что неоплачиваемый труд будет, в котором будут принимать участие и женщины, мужчины. Мы видим, что цифровые инструменты могут быть часть решения и могут предложить скачкообразные возможности для расширения экономических прав и возможностей женщин. И напоследок хотелось бы, чтобы все-таки больше принимало участие мужчин в ликвидации гендерного неравенства. Плюс можно будет последний комментарий. Я бы хотел, чтобы на таких мероприятиях все-таки больше участвовало предпринимателей не только в качестве спикеров, но и в качестве слушателей, так как предпринимательство обладает огромным потенциалом, в том числе в ликвидации гендерного неравенства. Спасибо. Большое спасибо, Евгений. Очень приятно было услышать о том, каким образом вы работаете от имени БРР. Действительно, больше и больше мужчин занимается этим вопросом такими, как вы, потому что финансовые институты до сих пор доминируют там мужчины, особенно на больших должностях. Я думаю, что больше мужчин должны выступать в роли союзников для женщин, с тем, чтобы они могли, эти женщины, получить преимущество от таких банковских программ, о которых вы говорили. Спасибо еще раз. А теперь мы переходим к нашему завершающему спикеру, госпожа Морей Бахкутнова, которая является аудитором КМС, и она расскажет о проекте Google Development Group, о том, каким образом в Ашхабаде молодые женщины ознакомится с технологиями и инновациями. Она занимается зелеными технологиями, инклюзивным развитием, человеческим развитием в целом. Пожалуйста, вам слово. Мара, вы с нами? Марау. Пожалуйста, госпожа Марау. Там были проблемы с подключением. Постоянно из зума выкидывал, поэтому сейчас она переподключается. Сейчас попробуем еще раз. Сейчас она возвращается. Марау, вы нас слышите? Марау, если вы с нами, то вы можете сейчас начать вашу презентацию, ваше выступление. Она планировала сделать презентацию по теме возможностей для девочек и молодых женщин во времена пандемии 2.19, преодолевая цифровые гендерные различия. Добрый день всем. Марау с нами, да? Пожалуйста, Марау. Вы меня слышите? Да. Слышим. Пожалуйста, продолжайте. Я Марау. Я Марау. Спасибо за то, что вы меня пригласили. Вы мой экран видите? Нет, Марау. Может быть, тогда просто говорите, потому что боимся... А, сейчас вы видим. Пожалуйста, продолжайте. Ну что ж. Меня зовут Марау. Он инженер, главный инженер. Я начала думать о... В этом вкладе в вопрос бендерного неудаченства я буду говорить по-русски, поэтому, может быть, мои слайды на английском языке может быть, будет более четко слышно. о том, что по-русски уже про всем тем нам заинзать прошлись эксперты и наши спекеры, которые я хотела тоже затронуть, но... Как я пришла к тому, что я в войне начала стараться мотивировать людей, девушек, женщин больше задумываться о том, что все-таки их права и что гендерное равенство это не только проблема разрешаемости с одной стороны с другой стороны женщин, это в этой проблеме должны быть вложечены каждый, мне кажется, это нужно просто внести хотя бы как разросрочный предмет школьную программу для того, чтобы образование поддерживало уже с малых лет и люди уже знали, почему это важно поблагодарить это гендерное равенство и как это влияет на общество в целом, а не только для женщин. Что я могу сказать, что мы уже по крайней мере попытались, старались сделать, это у нас здесь группа волонтеров Women Take Meakers и группа в Шкабаре это первая балансерская группа, таких чапторов по миру много, но мы можем гордиться тем, что мы начали это в прошлом году и уже у нас прошел первый ракатон, в этом состоянии первого ума-техниках этапа, который прививает женщин распространять информацию перед женщин, не мотивируясь и не боятся их выбирать технические науки и почему это важно и также предоставляя ресурсы посредством проводения ворсов и вообще просто распространять информацию и мотивировать женщин знать об этом. Почему все-таки мотивация важна? Я считаю, потому что если ты не видишь перед тобой конкретно определенного примера и в случае у тебя даже не будет более информации в том плане к чему тебе стремится и почему это будет тебя привлекать. То есть в том плане, что насилие, даже гендерное насилие все-таки согласитесь, подвержены более те, кто не так твердо стоит в ногах, не так уверен и в плане того, что женщины не так осведомлены и не настолько осведомлены, как большинство мужчин в плане можно сказать не только технических наук, а в целом. К сожалению, да. Почему так важно выбирать все-таки годы технической науки за их будущее и показывать все статистики, что более перспективных будущих профессий ты еще даже не начин и не действовать за технологией в будущем и конечно это будет просто полезно для всех. А важно знать, что мы преподавируем, что Канда рождается также одинаково их от желаний развивать свои возможности. Почему это важно все-таки иметь под собой пример, потому что девушка должна стремиться и к лучшемуся, и мать как пример показывает, как она добилась того, что девушки подвластны и дочери будут тоже. С этой стороны пропагандируем и более раннее развитие этих наук с расширением возраста и скоро мы начинаем новую технологию очень большая интересная программа, тоже глобально это первое такое знание и мы надеемся, что это привлечет больше девушек развивать свои науки с малого возраста и по отключению школы они будут знать, какие профессии выбирать. К сожалению, в это ковидное время женщины более были поддержаны давлению, что опять-таки все слои категории населения и категории и профессии были частично закрыты, как туроператоры, стуарды, и большинство преобладает уже персоналом. И, конечно, как уже затронула и написала, что это нужно вызвать конкретные проблемы в регионах и это обязательно должно быть подкреплено финансирование. То есть все населения в той категории без финансирования, без поддержки государства и определенных программ не будут действовать, не будут приносить результаты, а только на словах. Как я уже сказала, эта проблема целая, совокнут с проблем, это решение должно быть уже начинать от раннего детства. Обязательно мы стараемся, переговоры ведем, чтобы вести хотя бы на волонтерской основе вообще предмет, может, как не классный, но именно в образовании о важности гендерного равенства среди местного сообщества и населения, что это затронет не только девушек и женщин, а и мужской полу должны участвовать в проблеме, в реализации этих проблем, решения этих проблем. Как я сказала, что это инкорриджмент, мотивация, это очень важная поддержка мотивации и мотивация именно с раннего возраста, что мы и делаем. Но с нашей стороны это, конечно, очень мало, то, что мы приносим вклад, поскольку пока что на уровне одного города стараемся отраспорить более, и, конечно, это привлекает и иностранные компании, и международные организации, так же, как и провели Хакатоны и Монтехмекер с помощью ВИСАИ привлек. Мы очень рады, что девушки очень активны и хотят участвовать в этом и им нравится узнавать новые. Но так же мы можем признать тот факт, что у нас не хватает менторов в данное время, даже при том, что мы открыли новую школу для кознанных и детей, у нас не хватает менторов для обучения детей. То есть это, опять-таки, возможно, нужно привлекать со стороны других стран поддержку развития раннего возраста. Но как мы видим, что пока что не так вовлечены, можно сказать, не так принимают проблемы, услышат проблемы и варят эти проблемы всегда единой. Я рада, что такие конференции проходят у нас, что этот форум помогает развивать и выявлять конкретные проблемы. как мы сказали, одна из задач, наверное, если у нас нехватка мастеров, то это означает, что нам нужно врастить поколения уже раннего возраста и, конечно, и прививать к этой науке, и что дети были сдавлены уже вообще о проблемах гендерниральства, что это не просто задачи для них, а задачи для общества для решения этой проблемы. Так я сказала, что несколько статистик показывает, что новые подпроэфессии все-таки выявляют больше потребность в знании, в цифровом, наукам и технологии. В том числе опять-таки это числа и женщины в этом немножко лучше, но и в том плане, что они не так более вовлечены в это, у них нет столько возможностей и ресурсов к этому. Вы даже на моем примере можете увидеть, что у нас не совсем хорошая связь конкретного с Думом, но мы также пропагандируем те ресурсы, которые могут женщины использовать для самообразования, для участия и для развития своих возможностей. да, я еще раз повторю, что это все-таки правда проблема возразумевает обвлечение каждого, не только женского пола. Спасибо. Мэрил за вашу очень интересную презентацию, вдумчивую. Вы показали больше данных и возможные пути, дальнейшие пути для того, чтобы рассмотреть это с точки зрения социальных норм и социально-экономических барьеров, которые препятствуют войти девушкам и женщинам в эту сферу. Дамы и господа, мы выслужили практически всех наших спикеров, которые уже выступили со своим презентациям. Хотела бы благодарить их за их богатые и интересные истории, которыми они поделились, как они лично содействуют расширению экономических возможностей женщин и девушек, особенно в ситуации и во время и после пандемии COVID-19. Действительно, очень приятно, что поделились дальнейшими стратегиями. Я думаю, что это чрезвычайно важно, когда мы перейдем к следующей стадии, для того, чтобы к следующему этапу, когда мы будем рассматривать расширение возможностей женщин. Я хотела бы в последующие пару минут спросить. У нас есть, может быть, пара минут для того, чтобы задать один вопрос. Я вижу, что парочка у нас есть комментариев, есть в нашем чате в отношении важности ухода. Это действительно является важной стадией развития карьерного роста, когда женщины не могут выйти, посвятить себя полностью рынку труда, потому что они должны осуществлять уход за детьми. И второй комментарий это развитие нового законодательства по содействию гендерному разницу в Узбекистане. Поздравления, спасибо за хорошие новости. Есть ли еще какие-то комментарии или вопросы? Вы можете поднять руку. У нас есть еще буквально две минуты. Можем еще один вопрос. Можем на один вопрос еще ответить? Не вижу никаких рук. Наталья, вы можете тогда подтвердить и сказать, что действительно нет никаких поднятых рук? Тогда давайте перейдем для заключительных комментариев по этой сессии. Спасибо большое. Чай-Чай. Я думаю, что у людей возникнет много вопросов, но мы все понимаем, что время наше закончилось. Я вижу, что Наргиз подняла руку. Чай-Чай, пожалуйста, с вашего позволения после оценки мы тогда зачитаем комментарий Наргиз, а потом уже закончим сессию. Наргиз, если это подходит, да. Пожалуйста, что касается оценки сессии четвертой нашей анкеты, здесь размещена ссылка в чате, пожалуйста, помещена. Пожалуйста, нажмите на эту ссылку и заполните, пожалуйста, оценочную форму на русском или английском языке. Вы знаете, там справа вверху в углу вы можете выбрать язык, на котором будете заполнять анкету. Также я хотела бы пригласить всех спикеров также заполнить эту форму. Мы знаем, что вот на предыдущей сессии спикеры это не делали, потому что, может быть, вы думали, что это только для участников, но это тоже для вас. Сейчас мы тогда ждем в течение двух минут, чтобы вы заполнили эту анкету по оценке, а потом мы вернемся к комментарию Наргиз. Нет, Наталья, дайте, пожалуйста, нам еще две минуты для оценочной формы, потом уже Наргиз прокомментирует, приступит с комментарием. Спасибо за субтитры DimaTorzok. 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 Если вы пока не завершили, то вы можете это сделать потом. Наргиз, я передаю вам слово, и после этого я передам слово Чай Чаем. Я просто хотела обратить внимание, что сейчас пока две страны у нас заявились на подготовку своего добровольного национального обзора. Это Казахстан и Беларусь. Я имею в виду страны региона, которые входят в программные страны для агентства ООН. Я хочу сказать, что мы в принципе могли бы поддержать все остальные страны региона, если у них есть желание и возможности все-таки и намерение провести такой обзор по цели пятой, чтобы посмотреть прогресс, потому что это все-таки очень серьезная цель, она очень многоплановая. И я думаю, когда Казахстан будет отчитываться, все-таки это такая хорошая платформа, что другие страны нашего региона тоже поддержат эту инициативу, и мы можем сделать такой сравнительный обзор для всего региона. Спасибо вам большое за участие, хотим, чтобы вы оставались с нами в этих дискуссиях и готовы предоставить необходимую техническую поддержку. Всего хорошего. Спасибо, Наркиз. Большое спасибо, Наркиз. Действительно, это очень важное обязательство с вашей стороны и поддержка. Мы это приветствуем. Итак, дамы и господа, мы переходим к завершению этой сессии. Я просто хотел бы еще раз поблагодарить всех выступающих участников панели, наших лекторов за то, что вы очень много сделали для понимания данной темы. Мы видим, что очень большой прогресс сделан, и, конечно же, данные показывают до сих пор много пробелов в разных сферах, но очень важно смотреть на ваши усилия, которые уже делаются на местах нашими предпринимателями, а также нашим правительствами. Так что, я думаю, что мы укрепляем эту основу для нашей совместной деятельности между правительством, гражданским сектором и частными предпринимателями для того, чтобы добиться гендерного равенства и расширения прав и свобод женщины. Действительно, это была особая сессия, потому что она была организована в сотрудничестве со СКАТа UN Women и ECO. Действительно, это очень хорошая модель, которая демонстрирует, каким образом агентства могут работать вместе, создавая повестку дня нашей работы, достигая консенсуса, объединяя ресурсы для того, чтобы у нас все получилось. Еще раз всем большое спасибо, всем большое спасибо коллегам из UN Women и мы хотели бы еще раз поблагодарить переводчиков за их напряженную работу. Также нужно отметить вклад организации местных сотрудников офиса по Центральной и Северной Азии СКАТа. Еще раз большое спасибо и я прощаюсь с вами. Большое спасибо, Чай-Чай, за вашу замечательную модерацию, за ваш вклад в нашу сессию. Всем большое спасибо, кто внес свой вклад в эту сессию. Сейчас у нас будет перерыв и мы начнем потом шестую сессию в 4 часа по Алмадинскому времени. Сейчас у нас 10-минутный перерыв. Еще раз большое спасибо. Спасибо за проведение сессии номер 5, подсур номер 5. Мы возьмем работу в 16.00 по Алматинскому времени. Мерс. 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 Продолжение следует...